В Грузии встревожены абхазскими планами Армении. Очередной, вслед за азербайджанским Нагорным Карабахом, оккупированной Арменией, следующей может стать Абхазия. Об этом говорится в опубликованной на грузинском интернет-ресурсе «Кавказ плюс» статье, где задают вопрос, на месте Абхазии и Сочи будет Великая Армения, а через Грузию будут пробивать коридор. Вопрос, конечно, своевременный. Например, в газете «Ерк Рамос», которая выпускается диаспорой армян России, уже в открытую называют Абхазию, Западной Арменией. И где на первой странице красуется изречение пособника фашистов Гарри Гинанджди. Интернет-ресурс «Кавказ плюс» регулярно акцентирует внимание на непрекращающиеся попытки армянских националистов отхватить себе в Грузии кусок пожирнее сеть на пространствах этой страны армянский сепаратизм. Уже сегодня армянское население Грузинской Абхазии не только является основной этнической группой на сепаратистской территории, но и реально превышает армянское население в Карабахе, сказано в материале. Армяне в Абхазии оставили много таких приятных воспоминаний и исторических моментов. И сегодняшние представители нашей нации достаточно время показало, последняя новейшая история, что достаточно позитивно относятся к своей родине. Мы заверяем главу государства, что от нас можно ждать только добрые дела на благо государства, на благо руководства страны. Естественно, если какие-то проблемы, кто-то хочет спекулировать, нас это абсолютно не интересует. Наша задача – единение общества и вместе с коренным народом достойно, красиво жить в этой стране. На словах «очень ценящие» Карабах армянские националисты поселятся там не торопятся. Несмотря на то, что власти Армении делают все, чтобы заселить оккупированные азербайджанские территории. И это не случайно. Карабах представляет собой своеобразный геополитический тупик. Он не имеет выхода к морю. Его сообщения с Арменией проходят по горным дорогам. Совсем иное дело – грузинская Абхазия. С теплым морем, о котором так мечтают армяне. Поэтому армяне покидать Абхазию и не думают, отмечается в материале. Понятное дело, что для армянских фальсификаторов, большого труда не составит доказать, что они и в Абхазии и на остальной территории Грузии были якобы древним коренным народом. Поэтому армянское лобби так старалось организовать транзит между Абхазией и Арменией. И нет сомнения, что в этом направлении будут прилагаться и дальше усилия. Сегодня вырисовываются контуры, стратегических планов армянских националистов, и они делают все, чтобы Россия и Грузия были во враждебных отношениях, одновременно ведя дело к созданию, еще одной Армении в Абхазии и Российском Краснодарском крае. Тем временем в соцсетях, армяне делятся между собой планами выхода Великой Армении к Черному морю. Вот, например, рассуждение одного из них, с фамилией Григорян. Сейчас первоочередной, задачей нашей диаспоры, должно стать получение армянской автономии со столицей в Сочи либо в Адлере. В Сочи предпочтительнее, так как тогда мы сможем воссоединиться с Абхазией, которая войдет в наш состав и которая уже, можно сказать, армянская, и это вхождение лишь закрепит все до юра. После этого мы спокойно можем пробивать коридор, через Грузию для соединения с матерью Арменией. И пусть никого не смущает, что когда-то на этих землях жили черкесы. Армяне там проживали гораздо раньше, и все эти земли, как, впрочем, и Дагестан с Чечней, входили в состав Великой Армении. Так что мы лишь восстановим историческую справедливость. Каждый армянин в российской диаспоре, должен работать для этой цели, говорится в материале, опубликованном на грузинском интернет-ресурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова